МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 ноября. Думская ТВ работает в прямом эфире. Информационные итоги пятницы подведут наши корреспонденты. В студии Алла Есина. Здравствуйте. Компанию Саакашвили по субсидиям народный депутат Украины Алексей Гончаренко назвал провальной. Такое мнение он выразил во время часа вопросов к правительству. Министерство социальной политики. Ваша информация абсолютно соответствует реальным реалиям Одесской области. Там с призначением субсидий полный провал. Начинаючи от отсутствия нормально затвержденного руководителя областного управления и закинчивая всей вертикалью, которая там есть. С таким заявлением Нардепа члены правительства полностью согласились. Более того, они пообещали создать специальную комиссию, которая займется исправлением сложившейся ситуации в Одесской области. В субботу в Харькове планировались террористические акты, но благодаря действиям сотрудников СБУ их удалось предотвратить. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал глава СБУ. Также Василий Грицак отметил, следом за Харьковом провокации должны были произойти и в других городах Украины, в том числе в Одессе. Эксклюзивный интервью с главой СБУ смотрите в эфире Думской ТВ. Мэр в еврейской больнице. Источники Думской ТВ сообщили, что на одном из мероприятий Геннадию Труханову стало плохо. По неофициальным данным, его отвезли в первую городскую больницу. Наши корреспонденты побывали в этом медучреждении. Официальной информации у нас пока нет. Руководство больницы от комментариев отказывается, ссылаясь на врачебную тайну. Однако не на камеру большинство сотрудников подтвердили, что Геннадий Труханов в больнице был. Практически у каждого своя версия. От повысившегося уровня сахара в крови до негласной проверки работы медиков. В частности, мэра видели в отделении неврологии. На данный момент мы все еще ждем официальный комментарий от пресс-службы Одесского горсовета. Одесским автостоянкам в следующем году планируют предоставить льготу по оплате сбора за места паркования. Такое решение приняла профильная комиссия по вопросам бюджета Одесского горсовета. При этом в ходе обсуждения этого пункта депутат Олег Звягин предложил адресно решать, кому предоставлять большие льготы. Сейчас в перечне более 140 стоянок, которые получают максимальную льготу в размере 90%. Но ее можно снизить до 60%. Депутат предложил учитывать, сколько платит на каждой конкретной стоянке водитель за то, что оставляет там свою машину. Если эта сумма большая, то, конечно же, необходимо эту льготу урезать. Если сумма стандартная составляет 150-200 гривен в месяц, то, конечно, они имеют право получать ту льготу, о которой мы говорим. Тем более, что со следующего года действительно будет повышена минимальная заработная плата, соответственно, процент тоже будет повышен. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать депутаты на сессии в декабре. Мемориальная табличка в честь павшего героя в Белгороднестровском состоялось открытие памятной доски Игорю Иванову. Напомню, он первым погиб во время потасовки на Греческой площади 2 мая 2014 года. Иванов награжден посмертной медалью за жертвенность и любовь к Украине, орденом Народный герой Украины и Государственным орденом за мужество третьей степени. Бюрократия в действии. Пострадавшая от урагана 12 октября так и не получила материальную помощь. Во время урагана на Одесситку упало дерево. Еще 27 октября чиновники обещали решить этот вопрос буквально за один день. Но деньги семья так и не получила. На лечение дочери отец-пенсионер потратил уже более 100 тысяч гривен. Сумма для семьи неподъемная. Подробности у Алии Замчинской. Сейчас Алла Татарчук находится в областной больнице. У Одесситки в трех местах перебит позвоночник, перелом таза и ключицы. Она перенесла уже несколько операций. Состояние пациентки тяжелое. Продолжает оставаться тяжелым, но стабильным. На данный момент угрозы жизни нет. Нуждаются еще в дальнейших оперативных решательствах. Спустя две недели после случившегося проблема была озвучена на заседании с полкома горсовета. Чиновники обещали помочь. Эта семья уже получает завтра поддержку и будет ее получать. Просто та информация о том тяжелом повреждении, которое эта женщина имела, она осталась в распоряжении областной больницы и семьи и своевременно к нам не поступила. После урагана прошел почти месяц. За это время семья потратила на лечение более 100 тысяч гривен. Отец Аллы собирает все чеки. Надеется получить компенсацию. На 117 тысяч гривен. Обещания городских властей. Были обещания, да. Я же писал заявление на имя мера. Но пока что ничего. По словам депутата горсовета Лилии Леонидовой, решение оказать семье материальную помощь уже принято. Причина задержки – бюрократические проволочки. 28 числа состоялся попечительский совет, на котором было принято решение выделить максимально возможную сумму. Это 50 прожиточных минимум в районе 70 тысяч. Отец Аллы Татарчук говорит, кроме лечения его дочери необходимо еще и несколько курсов реабилитации. Для того, чтобы одесситка встала на ноги, семье придется потратить еще минимум 100 тысяч гривен. Алия Замчинская, Михаил Данилов, Думская ТВ Сегетскую все же открыли для общественного транспорта, но с опозданием. Движения маршруток и троллейбусов возобновили в обе стороны. Уже нанесена дорожная разметка. На небольшом участке продолжаются ремонтные работы. Но, как заверяют в департаменте организации дорожного движения Одесского горсовета, это не мешает проезду. Напомню, открыть Сегетскую для движения обещали еще 15 октября, но коммунальщики не справились в срок. Рожденные за решеткой в детском доме при колонии за высокими стенами и колючей проволокой живут 29 детей до 3-х летнего возраста. О судьбах фактически вынужденных заключенных с рождения узнавала Юлия Долганюк. Ты домой поедешь? Анюта родилась в СИЗО. В колонию попала уже с мамой. Вместе с ней провела в вынужденном заточении за решеткой. Почти три года. Маму будем ждать, но он будет стараться. Их встреча состоится не скоро. В местах лишения свободы осужденная Татьяна проведет еще несколько лет. Так как было как самооборона, я этого и не хотела. Дело в том, что этого убийства. Если до 3-х летнего возраста не найдется опекун, рожденных за решеткой карапузов переводят в интернат. Конечно тяжело. Потому что это все-таки мой ребенок. Я так его наказала. Ой, я извиняюсь. Ну и так он страдает из-за того, что он здесь. А еще и будет вдалеке от меня. Неизвестно, как оно все будет дальше. Насколько легко его будет забрать оттуда. Однако статистика неумолима. В детские дома за своими детьми возвращается менее третий мам, отсидевших за решеткой. Клятвы, слезы и обещания забрать малышей после освобождения растворяются с первым глотком свободы. Юлия Долганюк, Михаил Данилов, Думская ТВ Полную версию авторского сюжета Юлии Долганюк смотрите в эфире Думской ТВ или на нашем ютуб канале. Умилительные и забавные, но уже хищники. Подросшие львенок и тигрята начинают выходить на прогулку и знакомиться с окружающим миром. Напомню, Одесский зоопарк пополнился новыми жителями около месяца назад. Львица и тигрица, как заботливые матери, кормят своих детенышей молоком и уже стали выводить их в прогулочные вольеры. Это вся информация на сегодня. Увидимся в понедельник. Информационный день начнется в 15.00. Ключевые темы Украины и региона обсудим с гостями в рамках студии. Хороших и теплых вам выходных в компании главного информационного телеканала Одессы. С Думской ТВ всегда интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok